всем привет с вами Ванок и мы продолжаем наше прохождение бана лорда итак у нас получается по моим подсчетам 10 серия всего этого дела версия игры все та же как и в прошлый раз 1 5 6 записываю пока есть настроение по несколько серий подряд но единственное что по сравнению с предыдущей версией предыдущей серией моего прохождения еще один модик я докачал не удержался мод на турниры если подаваться нам турниры по городам какие-то там у нас будут турниры проводиться мы в них поучаствуем посмотрим что есть и как вот можно кстати говоря даже зайти в настройки даже наверное нужно потому что там вроде как по умолчанию они эти самые турниры стали посложнее хотя вот в принципе турнира и мод ком это и дефекли то есть вот это по идее вот эта галочка по умолчанию стоит потому что вроде как этот мод я когда-то использовал наверно настройки у меня уже сохранились измененные то что-то галочка стоит там искусственный интеллект гораздо сложнее становится во время сражений ну типа все это дело можно настроить в общем довольно интересный мод я его когда-то использовал потом видимо то что он не обновлялся до актуальной версии отключил сейчас вернул как так получается то много чего делает ну думаю что про мод вы сами почитаете называется он давайте еще раз зайдем турнира инст вот если кого-то интересует может его скачать но мы возвращаемся в игру как я обещал нас сейчас на поиски дня стоит пообщаться с нашей девушкой которую мы сейчас шуры муру крутим вот я посмотрел заранее что действительно куда он прошел наши дамам тигра пока пока она была в броня на на пол то что на на циклопедии отображается в боевой экипировке она там как-то покрасивее смотрелась какая-то девочка совсем юная с таким курно курносы ну ладно все-таки 20 лет на всех случаях предупреждаю здесь нас дамы совершенно лень и так давайте давай-ка мы обсудим наше будущее мадам мы говорим мы ей и у нас вновь появляется эта фигня связанная с шансами на успех вот опять же мы с ней дискутируем она над этим задает вопросы какой-то тип человека и вот мы допустим отвечаем что мы стараемся отвечать добро добром на добро а злом на зло вот это нам дает топленный навык 70 процент на успех отлично смогли можем как говорится и следующий вопрос типа должны мы выиграть вот вот это сложный момент вот этот по прошлый раз я тоже в будущей кампании на этом застопился что тут шанс гораздо меньше чем у нас 14 шанс критично захвелить то есть после этого вообще так меня на отношения с нами прекращает и 56 шанс вообще принципе успешно принципе шанс конечно больше в сторону успеха но сейчас рада вот реально рандом рандом такой может быть ну допустим фигушки блин и вот как раз так как раз та проблема когда который я говорил что надо перезагружаться заново заходить чистоте у меня модуль другой стоит надо пересохранится давайте я пару раз сделал это под запись если не получится уже тогда будем это все дело пытаться сделать не под записи а я включу запись назад когда уже получится то что понял что вот с этим моментом ну блин конечно с одной стороны не хочет конечно так вот прям совсем нагло сейф водит но что поделать так если мы сейчас выберем другой пункт изначально по моему до пункту без разницы ну вот опять видите то есть опять такая же фигня дать тогда короче не под запись я быстренько это сделаю чтобы уже вы увидели эффект готовый ну тут реально рандом такой в чем рано видите вот он реально два раза подряд хотя шанс 56 процентов не эффективно не совсем честно такой рандом если честно ну что ребята после энного количества сейв лодов не слишком большого там ну сколько там порядка наверно раз 7 наверно загрузился но тем не менее это все равно много потому что получается шанс 56 процентов и при этом это в этом при этом шансе сколько там попу из из гугоря попыток 5 только одна сыграла ну и плюс там еще был фэйл в начальном этапе несколько раз у меня когда не срабатывал там был фэйл по прикол даже был критический у меня проигрыш от этого в дискуссии то есть критикал фэйл хотя он был только 14 процентов то 14 процентов сыграл раньше чем шанс 56 процентов на успех ну короче такая фигня в итоге все таки она согласилась и в итоге колодок теперь ее папашем точнее лидер ее клана должен нам дать добро на этот брак колодок к счастью находится прямо тут у нас и давайте посмотрим вообще скокус чего у нас запросит за все это дело сатас хочу финальное условие брака обсудить отлично прием-прием стой я а как мне вот эту фигню убрать теперь прием игра чё где когда как назад это верну чё за а я вообще не могу отменить а стоп мне надо вот это что ли выбрать автоматически ну-ка то есть я ему должен что-то выдать определенное количество моих каких-то приколек чтобы он согласился да просто я вот не пойму на ком я в итоге женюсь то просто оба предложить то есть интересно кто получит жену если тут такая фигня сыграла просто не совсем понятная вещь окей но вот этот лук я точно отдавать тебе не буду а нифига себе трансфер фостер а фостер то что постер у нас еще что такое а фостер а это пожалуйста пожалуйста забирай пленника пожалуйста забирай мне вообще его не жалко может эти деньги просто дам давай еще дживелинку ты тут еду ты вообще питаться все не нужно не нужен лут кажется не такой большой ценой имей ввиду того что я не прокачен навык убеждения но в принципе принципе я просто не хочу отдавать высоту супер крутой лук потому что но в реале полезен мне вот но что из этого получится что и так он всяких еще фигни на отдавал ему кстати менял лук текущий лен ладно луки пока вот эти не трогаем и при всяких этих предметов ему на отдаем пусть один этот так и динара 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 вот динара проблема что их нормально не не назначить цифркой так сколько ты соглашаешься в итоге вот очень долго а не можно цифру выбивать можно раньше нельзя было до 5000 ты согласен до 4000 еще не согласен так у киа если допустим я чуть-чуть еще докину ну допустим ладно все что есть симпл шорт боу я после пока клуб по моему надо это тоже скинем да много он хочет но в принципе это живот так сказать дочь так в общем вот тут только 4200 4400 4464 конечно согласится 4 600 соглашается да блин у цифрка тут каждый разбивает 4 500 до 4 500 а почему цифра к автоматически так сбивается почему когда к 1 раз и стираю вот видите почему-то она переходит каждый раз на начало когда цифру убиваешь не дом 4550 в итоге от нас хочет очень надеюсь что все таки все мы женились на этой интересное чтобы этого бага не было что он почему и брату еще отдается то что был то что непонятно самом деле тот час момент было почему брат начала это вообще хотеть иметь отношения с этой дамой и потому что у нас общего то как бы отношения между кланами и типа раз у моего клана отношения с кланом колодога 10 наверное как-то так то теперь автоматически все остальные члены получают возможности жениться как-то какая-то фигня короче получилось но ладно деньги короче потеряли большом количестве но еще заработаем зато теперь у нас а стоп погодите кип корейн все мы можем взять в отряд отлично у нас есть жена и это значит что наша жена теперь начнет рожать детишек нашему герою сейчас она прям начнет стрелять если так же осталось как и раньше было на прямых насчет реально выстреливать вот это немножко странновато не звучало а теперь еще и брат в отряде тоже у нас еще есть два сестра и брат которые подрастают уже вот на них никак не влияем вообще предыдущий сейчем патче вроде как будет эта возможность обучать детей вот они в этом не текущем а пока что в эти 5 7 вели вот сейчас это вот так конечно желательно дотянуть уже с детьми на обучение те и следующем патче и начать это дело тогда чтобы они вас прокачивали что эти видите они такие неочемные вот но они как бы наш член семьи они на общий размер размер не влияют то есть нас хоть 100 человек можно сделать а вот количество компаньонов именно не наших родственников она ограничена с эти грима еще одного можем взять и так наша жена имеет в итоге что одноручное оружие двуручное оружие ну короче по оружию она очень хорошо владеет всем всем чем то что мы он вообще ни о чем пока что 84 максим у нас то это очень усиленный воин ну конечно даже не осен слабей то есть она реально сейчас самый сильный воин нашем отряде прям такая прям тертая девица хоть и 20 лет и чё на счет у нас может у нас еще на ложке кататься тактика харизма лидер шип допустим для отдельного отряда очень неплохо подходит для командира отдельного отряда очень хорошо подходит остальное все по столько поскольку даже немножко медицина хотя на медик то у нас хотя медицина у нас почти так же как у нее у нее точнее почти тоже как у нас то есть в этом плане сильно отличаются ну короче сильный сильный воин ничего не скажешь теперь мы и ставим повыше все надо посмотреть насчет смерти персонажей а вдруг у нас даже могут все-таки умереть это будет печально если она умрет то что может тогда и смысл их реально будет особо не поставить так куки на среде тут образовалось оружие ну-ка посмотрим что у нас вообще-то это такое так длина поменьше да помощь сейчас возвращаясь назад то что я уже как по моему этим моментом занимался выбирал между между различными ну да это кстати это очень хуже даже у него этот режущий урон меньше так у нашим мадам мадам у нас идет тут тут кстати блин а я все нормально хотел сказать что у него щита нет щита у него есть как раз так нет сначала давайте посмотрим нашу корень что у него там есть ром фалио с этих вот это оружие кстати прикольно с коней с коня именно им орудовать и потому что она прям такой очень мощная так еще лук есть ну-ка лук такой что игра как у нас вопрос вопрос случается ну-ка следующий вообще лук наверное а у даже лучше чем у нас ну-ка но тоже не тот который можно пользоваться с коня тоже запрещается но он в целом лучше то есть видите у нас сломана его просто длинный лук а это именно что длинный лук мобеля то есть это знаете знатный лук длинный то есть он у нас явно получше хоть и все так же у нас плохо себя ведет с коней точнее вообще ксении видео с коня давайте мы наверно тебе мадам я даже не знаю но и сначала это эти назад вернем вот так вот сделаем тебе начата к рейн вы увидите его то что у нас было дальше дальше и мы дадим щит щит и в плане оружия то про фаби вообще может использую а нас не может использоваться но именно твуручное и щитом она не используется тогда ну-ка а насчет этого меча и и чё там и и очень-очень хороший урон у прям очень крутой рассмотрите к 51 на часа 103 будет всего лишь на 6 меньше длина скорость поменьше но чуть-чуть то есть я себе тут заберу меч извини мадам здесь и так хотя убираю но то есть конечно молодец сильный воин но так и лави это стать не знаю лук я вообще оставлять не оставлю нас вообще кстати говоря давайте-ка мы сейчас сохранимся и еще раз назвать чуть-чуть минутка менеджмента все-таки этим тоже надо заниматься да и это немножко затягивает процесс просто интересно здесь вообще какой-то сильный лучик сейчас а лучик вас сильного нет ну конечно вот не асан еще куда я не то смотрю вообще не то смотрю не на иконку арбалеток я смотрел начнешь 175 неос на 105 у нас 79 вообще значит они не асанта наш идем там вообще а я сосать и лук надо выдать раз у нас лучник что конечно не так нет этот вот этот пусть будет то есть что из лука постреляет нас да дальше дремщайся назад карейн карейн я просто думаю что и дать лучше лук или же рамфалию то что без щита она точно не воин да но тогда получается 200 нас точно занят и меч этот меч щит и тут получается либо лука со стрелами ну либо рамфалию давайте мы наверное сделаем все таки вот оставим вот так а ситуацию да да так окей карейн а что у тебя по экипировке скажи пожалуйста 3288 мадам я извиняю я прямо совсем сейчас дико извиняюсь за такую наглость это понятное дело что это не позволить хотя по отношению я к себе эту броню нацеплю потому что реально меня нужнее вот реально она конечно хороший воин но я снимаю что она будет участвовать в сражениях также эффективно как я просто что она бот вот а у меня будет наконец-то нормально броник и мы выдали взамен нашу предыдущую вот и больше ничего на нее трогать не вы хотя они шляп стать у нас лучше вот нас конца брони броня на халяву порчи на халяву на самом деле мы покупили-то девушку это за 4 сколько там 4 500 а такая броня на самом деле базовая стоимость уже больше то есть мы вынестицы очень хорошо да сейчас сделали вот как так получается вообще что-ли нет на руки дарю и шляпки на хорошую броню сайте по продавали но как бы ладно а мне не нужно прям такое совсем совсем крутое было и пировка постаточного принципа говорится окей значит смотри теперь забыл все надо еще сделать смотрите этот обратно штамм сюда дальше дальше мне надо что все мои герои были на четверку вот все 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 вот это надо он тоже было сделать и все об этом забывал хотя надо еще коней всем сделать что к ней есть кони есть не у всех но чтобы они все на четверку стояли все отдельно все наши вот эти неписи они были на отдельную группу так начнут эти бренда нету сибин есть думан да есть куты кута нету а с эти корень тоже нет короче надо коней покупать этих самых душманских и пораздавать их не все что они сбыли отдельно кавалерийской группы но она на момент все ну не все смысла по видео а все по текущим задачам блин раз размер так активно город нет никого и все блин за это замкнутый круг так смотрите в итоге мы получили себе то что хотели прям последние мои действия в этой игре прямо радует тем что все что как надо получается так ну-ка блин успустила моменту вот эта скорость меньше и он ускакал надо мне наверно держаться поближе к мы крепости потому что нафиг сейчас начнут выносить так нету кстати говоря нет или здесь поблизости турниров то что сейчас турнир отображается виде восхитительного знака мы вообще-то мы по-моему сделали квест да чтобы у нас турниры могли участвовать в турнирах ну не квеста типа вступления поэтому почему-то их нигде сейчас нет о вот и о чем кстати игры вы видите а не особо это другое это это кстати не этот сайте еще сейчас появилась эта фича мода как раз там я говорил что типа турниры проводятся в честь чего-то ну то есть не горел что в течет проводится но это и короче забейте я говорил о моде вот это функционал мода было вот все теперь понятно наверно то есть они будут проводиться такими но сейчас попробуем найти какой-то модик модик этот все-все заговорился я пробую сейчас найти турнир и в нем поучаствовать да просто почему-то они странно не отображаются может этот мод поломал но я думаю что мы сейчас это сделаем в виде того что просто я сейчас опять запись постопрят в целом я без остановки вам что-то показывает мне кажется немножко обесценивает мое ранее данное обещание делать это немножко в длинном при повинном принципу поэтому сейчас наверно сохранимся и я продолжу запись когда я найду что-то подходящее для демонстрации вам само собой это уже будет не отнюдь не лутера ну что обещал я одно показываю другое турнир я в ближайших городах не нашел надо по всей карте бегать и судя по всему есть некий такой туман войны который соответственно скрывает информацию города то есть показывается этим искать на знаком только в тех случаях это знаешь информацию то есть посетил там ликки еще сведения есть наверно как то так вот то что они появляются когда потом ближе подходишь и квесты отображаются и прочее в общем я тут хотел за штурмовать город но армия с которой который осаждал наш союзного действовал предельно тупо знаете когда начинает компьютер тупо строить по одному этим требушеты чтобы пробить стену он не во-первых он не умеет их выставлять сразу а это можно делать когда ты осаждаешь город и ты ходишь у тебя есть время ты можешь построить требушеты ставить их каждый раз запас потом их вместе себе выставить и тогда они снесут защитную артиллерию и стену пробит и прочее компьютер это делать не умеет он строит по одному ее ломают она там может что-то успеть сделать но если вам быстро ломают ну в общем тупо это очень долго длится то есть он теряет войска потому что там еда заканчивается и варит ни с чем это было давно до сих пор не поправили тупость на самом деле в общем он слился но пришла вторая армия вот может начаться что будет осаждать ненормально городу штурмуть но пока вот я перехватил вместе с ней войска вражеские поэтому мы сейчас ними посражаемся я попробую сейчас вот эту нашу рамфалию заюзать в этом сражении правда тогда смогу пользоваться щит но посмотрим может быть она эффективно себя проявит потому что она вообще вещь довольно хороша вот и кстати говоря видите тут у меня как раз появилась отрядник на четверочку вас это сам наших типа кавалерия на самом деле наши неписи что там у нас у нас есть аж три кавалериста в армии противника нас вообще скилл нас двуручного ружья очень слабенький его неплохо было прекращать и что нам влияет таком случае на всю нашу прокачку айга ну смотрите смотрите прям разница какая просто колоссальный какой урон к штаб принципе тут урон то это прям сразу сразу на аннигиляцию противников тут прям очень мне нравится так где-то чё там поход за тут ну не затупили вражеская кавалерия разбежалась ну и не было в общем то и пехоту просто рубит а еще можно двоих сразу рубить это тоже фишка игры когда они рядом стоят прям ну знаете если большая разница да что тогда я прям это тут ничего не мог сделать очень мог но блин свои же помешали как обычно просто какой дикий урон да блин тут возьми мешаться блин любительница блин это кататься не пойми как вот другое дело это сейчас на навык прокачаем очень быстро тупо за счет того что один удар один труп папа попасть да вот если не попасть то нет нет и опять эти как а это просто конь бегал ладно коню можно не тот замах но это чит уже это уже чит так вот реально потому что но блин это очень хорошее оружие но щит что польза с него же пока кстати мне везется обратить его а вот все только сказал везет и не кто-то попал но я же теперь броня лучше но все тут я уже ничего не сделал тут уже это толпа не за 3-ка так но калку ты саму бэй как блин то помешали меня еще из-за этих дебилов я огреб просто ровном месте получил урон до бесит конечно отомстить до хвостами мешать додики как нет эти ребята бесят просто вы знали бы свои союзные кавалеристы которые вечно где-то тебе мешают ничего не мог деться никто мимо проскакивает противник не бьют но блин мешаете то что ездит просто как и замуж что как какие-то микробы перемещаются ну ладно это я чё-то опять начал бомбить 7 житиял смотрите-ка чё у нас там тома нападающий да где мой отряд мой я 15 человек нафигачил ещё там 5 скермишера наши ветерана сделали ну короче неплохо неплохо себя проявил я в этом бою пути я грёб просто мне это месть потому что лечиться опять надо народную месть о кого это я тут себе набрал каракузаитов нифига себе но пусть будет хорошо я не против встать и мы ещё сейчас можем нарекрутировать себя ох ох заживём сейчас мы сейчас и лимит упрёмся таким макаром и 49 грузболм я не хочу я не знаю почему вроде тоже лучник но не хочу почему-то брать грузболма хоть какой-то чтоб 1 разно... точнее однообразие в моих войсках было да поэтому наверно вот так мы сделаем а вот по экипировке как обычно всё плохо вот когда выйдет опять мод который будет настраивать экипировку получаем был такой мод том числе чтобы у лордов пленных раздевать можно было себе их экипировку забирать ну прикольно же было блин и был вот он устарел и он больше не работает сейчас испугался что опять мы сейчас вылетит игра но не отравится нормально вот очень этого мода не хватает о саратис умер в бою то есть смертность у нас работает между тем и соответственно надо быть осторожным потому что это означает что наш персонаж тоже может в бою откинуться а наш персонаж хотя наверно тоже может больше конечно плохо если откинется ну точнее плохо любой наш персонаж откинется но скорее вероятность откинется наш непись какой-то компаньон да так опять я уже забыл да вот раннера мне надо брать чем я тут образовалась неожиданно очень даже неплохая ну а не самое идеальное но уже какая-никакая боеспособная армия чей как-то внезапно но ничего не предвещало до лагерь они поставили правда в городе тоже defender хватает с моей помощью может и сделать сейчас но это будет сложная битва это прям придется поднапрячь и чтобы что-то это сделать бою эти говоря ну-ка еще у нас там я не сильно прокачал помню там было не так много но что-то там-то прокачался с надо 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 прокачивать вручное оружие что с этой такой дыры нам очень неплохо бегать сражаться в поле с коня и фигачить пехоту раз то чем я занимался в предыдущей катке то я не снимала это меня прям нравилось делать вот поэтому двуручно мы тоже будем сейчас обращать внимание ну так принципе я больше никакой прокачки нет поэтому задача на сегодня это ждать суки штурма я думаю что штурм будет это чуть ли не очень даже неплохой финал для сегодняшнего видеоролика ну правда еще так много времени прошло но что он тоже не за пять минут пройдет что давайте посмотрим что там в итоге они все-таки пойдут на штурм или не пойдут и продолжим с этого момента счет не везет мне на штурмы потому что опять он сорвался поэтому опять сейчас будет битва двух армий судя по всему вот раз прям армии армии эти вот эти ребята пришли там еще более ну правильно на самом деле наши ребята решили что там слишком большие подкрепления приходят и лучше уйти от осады иначе сейчас тебя разделать поэтому зато мы сейчас одну армию сейчас поймаем может быть там щеки с кем-то посажаемся ну и в общем будем делать склад войну с этими ребятами то что еще у них армии копить войска принципе есть они еще сильны чё у них там по у них там есть большой отряд кавалерием между тем а у нас как раз в этот раз у меня тут еще кого просто не на то слава посмотрел давайте посмотрим что из этого получится ща я же могу делать вот так чё я туплю так вот так блин и так видела раз-два когда убираешь троечку вместо того чтобы на троек у нас отсутствует просто войска поэтому убираются все сразу окей да блин я тебе это сделал надо еще иметь отдельную кавалерию чтобы на тройку убирался хотя у нас есть кстати есть он план окей чё у нас там вообще готов чё как почем чё-то все кавалерия вообще как-то разбежалась сюда поставим но еще далеко все друг от друга прям как-то это прям разбежались разбежались так видимо буду ждать тела этих я уже вижу далеки от им пыль от них скорее поставим их так пошли уже битвы гавалерийские где-то там на том план где на этом счет как-то не особо хотят сражаться пыль подымают а толку нет ну давайте 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 эх промазал я как уламу но это не герой герой них какой-то глам это именно ах товарищ звучит как герои имя а на самом деле не герой я начнется опять бешеной дергой мышкой наверно точно калиман это тоже по-моему не герой тоже какой-то очередной но это какие-то оси райские наемники ой-ой-ой чё-то я тут вам сейчас могут пробить я очень опасно действую но кавалерии и сейчас я разделать очень важно будет по своему бью способ урон не проходит конечно но тут удар при мог прийти вражеского персонажа он пришелся в в никуда в итоге ну вот о чем ведь играл то есть то что такой зарубий с мечом я вообще ничего не навоевал бы тут я прям каждый удар очень существенный урон даже уходит до ваншота что очень вовремя я это оружие получил эх блин опять да по своему сию попадаю а тут я попал палкой по моему да вот это то дерево то своего попал сутки вы кстати там наверно уже пехота сошлась может даже пока мы тут рубимся на свои помогать тут очень важный бой на самом деле очень важный бой в котором мы вроде как выиграли еще и помните вам чего гол что тут работать принцип что с коня куда по пехоте проще бить потом в толпе эти мы айяя айяяя ей вали валим 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 о как я тут ох я тут и прям не рублю стучки отвались нет мы тут проиграли к резким бой я там хоть как-то в чё-то пытался сделать но в итоге в В общем Эх, в щит попал Отвалить от меня Отвалить от меня Где подмога? Подмоги не ожидается В щит опять Так, мои тут стоят Мои тут стоят Мои, 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 мои Ус, рубил А чё вы это-то? Так, ладно Что-то мы тут Подможем Подможем, потому что Черт, как тут все плохо, ладно Нет, все за мной Все за мной Коня срубил Вот тут щит попал Э, убейте его Ладно, сам-то делаю Он у моего какого-то убили Ну ладно Давайте Хочешь что-то сделаем В этом бою Да, одного мы какого-то убили В итоге А, все, победа, блин Пока я тут возил с кавалерией В итоге, короче, пехоту То их завалили Ну-ка, у них прям, смотрите Плотно за наших взялась Прямо явно преимущественно Побил их Хотя, при том, что я там На самом деле наши флаги Очень большой вклад внес Как вы помните Прям я Эх, ну тут Садники, садники Авокалипсис Так, через дерево убил Ха-ха Тут Убил Да, прям взорвезается Они, конечно Деревья Э, мужик Мужик Так, ну по-моему Одни гулам, кстати, у них Откуда Откуда столько гуламов у них Это какая-то осирайская армия Что-то тут Не влилась В подмогу Потому что гулам Это Хотя, может, еще путаем По-моему, гулам Это осирайский Причем их даже По внешнему виду Видно, что они Прям осирай какие Так Что у них? Один какой-то этот Левый О, все Убили Все, ну смотрите Битва прям такая Серьезная была Э, Реноуна набрал И инфлюенции даже Ну, морали понят Дело с этим Я же, значит, человек Набилов Садников Причем Это не какие-то там были А довольно Потные товарищи И опасные товарищи Вот Но Настрогал я их Там Наши там Тоже что-то наделали Ребята Да, еще Я все считаю Смотрю по вот этим Битам А, нет, все правильно Да, это только Убитых и надо считать Ну, в общем Сражение Очень, кстати, прошло Мы даже пленника Все взяли Мы даже Ох Еще и себе И людей Набрали Мы тайницов Из плена вызвали Получается Так И у нас Запас большой На Ребят Которые Мы можем Нанять Нанять плен Я хотел сказать Ну, вы поняли О чем я говорю Вот И поэтому Мы этим Воспользуемся Ох Сколько Ох Как раз Лошади Верблюды Как раз Мы сейчас Наших ребят Экипируем Наших небесей За счет этого И будет нам Счастья Так Давайте я все Залутаю Вот сейчас Еще и денежки Получим Очень хорошая битва Очень выгодная Для нас Правда Теперь надо Отсюда валить Потому что сейчас Что-то мне кажется Нас будет преследовать А, что-то они На кого-то отвлеклись На кого-то Отвлеклись На лутеров Отвлеклись Они То есть Что это армия Покоцана У них Правда 109 аж Раненых То есть Они будут Сейчас Восстанавливаться 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 И в итоге Станет Нормальная армия Но пока что Они все Под рамки Так Окей Что у нас Ах Ребят Точно Это не двуручные Это полярмы Это фигня Это полярмы Прокачиваются Не двуручки А вот эта вещь Полярмы Как раз Мы прокачали Очень даже неплохо В предыдущем бою И этот Что я об этом Думаю 2% Лично для меня Это мелочи Вот реально мелочи Для всех наших Пехотинцев 2% Это круто С учетом того Он считается Пехотинцем Или нет Вот На самом деле Это очень для меня Важный момент Потому что А вот Все Нашел Инфантре Вот значок Их типа Это инфантре То есть для них Это распространяется То есть получается Вообще Наверное Бафнуть всех Своих солдат На 2% Это лучше Чем только себя Я просто Чему говорю Что я могу взять Вот этот Я буду с коня Вот эту фигню Огрожать сильнее Но Делаем мы тогда Вот так В принципе Совсем В пустоту Не уйдет Потому что Увеличить 2% урона Для пехот Для нас Как пехотинца Тоже в принципе Ну наверное пригодится Если что Сейчас уж такие Параги пошли Надо наверное Фокус поинт Кинуть в это все дело Потому что Иначе мы быстро Упремся Тут какой-то Не понимаю Этот навык Еще не сделан Заработчиками До сих пор не ведем Или он есть Просто иконки Для него нет Ладно До этого еще дойдем То есть В любом случае У нас сейчас Задача Не знаю Может быть еще Чуть-чуть сейчас Посражаемся Мы даже Попробуем Потому что Чем еще заниматься Турнир я так и не нашел Хотя я конечно обещал Ну ладно Главное что мы сейчас Вообще бегаем На самом деле Вокруг Нашей деревни Вот Ребят Смотрите Так Ну что Текают Смотрите Поняли Свою ошибку Текнули Ну значит Тогда они все Они уже пойдут назад Здесь уже Штурм Лагеты Провалился Одна армия Тупанула Вторая армия Ну просто Не хватило Ресурсов И слишком много Противников На встречу Пришло Ну вот У нас в итоге Тут какие-то Апгрейды Мы даже Тут можем Кавалерию Прокачать В итоге И мы можем Прокачать Немножко Лучникам Нас Нам Нам Да Мы еще Их можем Себе 12 Лимит Подходит Лимит Подходит Как раз Вот он и Пришел И лимит В итоге Как ни Странно Казалось бы Вроде Не скоро Еще А вот Он Собственно Пришел Ну вот Ну окей Окей Тогда будем Исходить Потому что У нас только 99 человек Он еще будет Расти То есть Лимит У нас Отчего О Еще Кто-то Создал Армию Ну-ка У нас А Это Это была Пересоздана Армия Где-то Распалась Совсем Потому что Она Голодная Была Голодающая Из-за этого Распалась Кахейшин Сильно Упала Кто-то Не в курсе Кахейшин Это Типа Как Точно Сейчас вперед Не помню Сплоченность Вот он Сплоченность От него Зависит То Что будет Армия Распадаться Она доходит До нуля Армия Распадается Даже не до нуля А там Ниже Определенного Порога Вот Она падает Просто от Времени От голодания Армия Еще чего-то То есть Надо выиграть Постоянно Она будет Расти Вот А эти ребята Свеженькие Смотрите 800 человек Большая Армия Ну Короче Будет она Творить дела А вот Кстати Они Штурм взять Вполне Возможно Пока Что у нас Тут так Все обстоит Дела Вот Я даже Пока не знаю Что делать Что-то Этих Можно По полчаса Догнать Ручные Писки 8 Эти Один Кстати говоря А Кстати говоря Кстати говоря Забыл 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 Не так Не так Вот так Хотелось же Обыдать лошадей Своим ребятам Единственное Что сначала Давайте посмотрим Вообще Что у нас есть Может быть Они лучше Чем Какие-то Есть Чем у нас Кстати Верблюд У нас Лошадь Очень хорошая Даже не Помним Где я ее Взял Но она Хорошая Вот Верблюд Прикольный В том Что он Очень Маневренный Прямо Такой Маневр Он позволяет На ровном месте Крутиться И Противников Фигачить Как раз Допустим Той же Топором Это в мультиплеере Больше заметно Вот Сейчас же Ну Такой Себе Так Ладно Значит Делаем мы Следующим образом Карейн Ты ж Моя красавица На тебе Лошадочку На тебе Седло У нас теперь Полоценный Кавалерий Снясона Есть Так Кто у нас там Воин Более-менее Брэнс Лоуд Он по-моему У нас Не особенно Воин Ну Ладно На тебе Верблюда А вот Еще один Верблюд Есть Ну Поставляете Пока Бесседел Я их Может Сейчас будет Глеть Вроде Купить А А Ты даже Не можешь Себе А Как Тебе Вообще Тогда Лошадку Давать Если У тебя Даже Тебе Совсем Какого-то Осла Что-ли Давать Чтоб Ты Качал Навок Тебе Там Кого Проследуют Пехоту Почти Без Лучников Ладно Давайте С ней Посражаемся На этом Будем Сегодняшнюю Серию Заканчивать Потому В принципе Ничего Особенно Не Произошло Посражались 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 Вот Но Хотя Нет Когда Что Вначале У нас Что Было Вначале У нас Было Очень Даже Неплохо Связано С тем Что Мы В итоге Получили Жену И Неплохой Кипров Вместе С женой С жены Тащи Не Получили Так Окей Давайте Вот Этого Отдельного Пехотинца Кавалериста Ах По коню Попал Чем Мало Коню Прошлось Убьем Сейчас Здесь Я По коню Бью Конец Жалко Какой Ничего Виноват А Укта У меня Нет Укта Я Се Заменил Мужик Ага Блок Он Поставил Кстати Не знаю То ли я пробил Сквозь блок Скорее всего Нет То есть Ой 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 Кто Кто Где Кто Стреляет Кто 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 Уже Стреляет Нифига Нифига Они там Уже Это Перестелку Ведут Так Ладно Ах Промазал 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 А вы на меня Отлепить Отлепить Драчки Ну Частично Ладно Не все Че там Наша Блин Я сейчас Так не смогу Воспользоваться нормально Вот о чем Глянул Кстати Есть недостатки У этого мода Который Типа Автоматом Тебя Назад Возвращает И Никак Это Не отключается Это Что РТС Камер Ту Кто Будет Спрашивать Я Позже Раз Рассказывал Но Еще Расскажу Он Видите Начинает Возвращаться Назад И В итоге Короче Сквозь толку Побежал Просто На ровном месте Получил урон Ладно Рипоны Я сбил Блин Сейчас Меня Убьют Причем Нарваном Месте Просто Потому Что Тупо Я Там Затупил В одном Месте Прям Конкретно Так Ладно Меня Прикрывают Как Я Не Умер Вот Это Прям Секрет Какой То Фирмы Так А где Мя Квалерия Это Моих Давайте Отрабатывайте Суфли Герои Моих Конечно Их Надо С Аккуратностью Пускать Опять Ну Ладно Тут Я думаю Они Справятся Не Помрет Никто О Даже Корея Наша Срубила Кого-то Мало Я Девчонки Сейчас Весело Сум Успел Был Выстрелить В лучших Традициях Этой Игры Так Ладно Подсосали А тут Какие-то Вступающие Уже Все Победа Традициях Библиот 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 Абблиот Что поделать Это Война Ребята Так Мо Окей Ладно Лучника Мы Забираем Вот Этого двух ветеранов этих взять и у продать можно хотя так вот получается еще тут по луту ох коням как вот хорошегося выбили да могут чему будет давать опять все возьмем еще вместо есть инвентаре не как в стандартном варбанде как в принципе как варбанде работает чуть можем все взять только двух рекордов ну ладно там еще какая-то армия создалась нифига вы там акселераты ну ладно в принципе в принципе наверное я буду на этом сейчас на сегодня закругляться менеджмент весь прокачка и прочее там даже лидершип прокачался на следующую же серию оставим и сегодня будем собственно все потому что время вышло в принципе я считаю что получилось очень даже неплохо то есть получилось что у нас сегодня и повоевать и выполнить задачи кстати говоря мы продолжаем наш путь уже на третий третью ступень правда тут получается вот эта реновна сегодня 7 это не сколько мы заработали с момента перехода на вторую ступень это общий наш реновна то есть получается на сколько там мы я уже не помню даже на 100 каком-то мы второй взяли и продолжили набирать и соответственно у нас сейчас принес 7 они вы поняли да чем я наверно вот в принципе чего-то прям кардинально нового нам-то не даст то есть мы получим ничего еще один отряд то можем мы выделять отдельно больше лимитов ну и да и королевство то сможем создать если захотим ну не вижу смысла мы пока по сюжету пошли по другому пути вот ну вот пока вот так вот можно будет этом варшопом еще обзавестись почему бы кстати говоря и нет еще чем позаниматься и давайте это завершение нашего ролика посмотрим опять же на дипломатическую ситуацию стране вот нас три армии две довольно стильные вторая средничок мощно военные силы у нас сейчас кстати еще потом в политику зайти посмотреть на эти все нас инфлюенция нашего клана 20 это довольно мало мы самый слабый клан в точке зрения влияния у нас потом зато много членов и у нас даже одно владение потому что вы видите он фен морка какие-то у них даже владения на ни одного нет вот кстати говоря обратите внимание клан правителя он даже меньше видеть влияние сейчас ну зато вот у него больше всего владение но это понятное дело вот блин это она как бы тратится но то есть то нет его кажется нужно на действие но а вот владение это денежки прям видите всех очень хорошо нас еще только предстоит нам развиваться может быть что-то захватим чатан будет потом глянуть на самом деле на карту глобально что там есть рядом с нами может что-то отхватить можно отживать какой-то замок ну и собственно война идет у нас продолжается потери с обеих сторон мы все так же укрепляем наше преимущество уже он очень хорошо выше там скоро мне кажется вообще сейчас вообще а мы с этим уже два раза больше набили чем они нам вот мы столько с ними воюем пока что что будет дальше не знаю но это все поглядим и увидим поживем и увидим точнее вот а пока все с вами был ваннор спасибо за просмотр видео не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии и всем удачи а а а и